Добрый день, меня зовут Айгуль Незамиева, я очень рада присутствовать на этой конференции. Большое спасибо оргкомитету за помощь в установлении презентации, тут были очень огромные проблемы, поэтому я надеюсь, что презентация все-таки пройдет. На самом деле я тут как такой засадный шпион, на самом деле я биофизик, и приехала сюда на конференцию больше учиться, чем рассказывать самой. Я эсперант лаборатории биофизики возбудимых систем Московского физико-технического института, и сегодня вот вам буду рассказывать, как биофизики применяют оптогенетику для собственных экспериментов. В принципе, наша лаборатория занимается тремя направлениями. Первое — это экспериментальное исследование фундаментальных механизмов возникновения аритмий. В сердце это спиральные волны реэнтрия. Для этого мы используем два типа клеток. Первое — это неонатальные кардиомиоциты. Это клетки, которые мы выделяем из сердец новорожденных крысят. Как известно, крысят рождаются, скажем так, не до конца сформированными, поэтому если извлечь из их сердца клетки на первый-третий день, то эти клетки еще способны формировать такой функциональный синцитий, как он есть в сердце. Второе направление — это компьютерное моделирование процессов, которые происходят. Ну, понятно, в целом, что… Извините, забыла сказать, что второй тип клеток — это индуцированные полиропатентные словы клетки человека. Это важно. Второе направление — это компьютерное моделирование всех процессов электрофизиологических, которые у нас происходят, собственно, и возникновение аритмий в первую очередь, и каких-то вот таких побочных проектов. Третье — это вот то, про что я сейчас частично буду рассказывать. То есть это развитие методов фотоконтроля сердечной ткани. Первое, что мы использовали, это вот то, что уже очень много раз упоминалось здесь, это азобензены. Управление сократимости и возбудимости клеток с помощью вещества сетап-азотап — это один из примеров азобензенов. И вот сейчас у нас есть проект с помощью канального родопсина второго. Очень короткий экскурс про кардиомиоциты, поскольку я знаю, что все в основном занимаются нейронами, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. На самом деле сердечная ткань и нервная ткань не похожи тем, что они и та, и другая являются возбудимыми средами. Есть, конечно, свои сходства, есть различия. Если мы посмотрим на потенциал действия, то у нейронов это такой более резкий спайк. У кардиомиоцитов самый спайк, он, конечно, тоже резкий, но action potential, потенциал действия, он длится гораздо дольше, порядка 400 миллисекунд. И второе отличительное свойство сердечной ткани — это ее сократимость. То есть вот вы видите тут по видео, ну, наконец-то, скажем, я им сейчас попробую заново запустить, что у нас сердечная ткань, вот прям невооруженным глазом видно, как только вы на нее смотрите, она начинает сокращаться. Ну, здесь закончил. И ион кальция является, собственно, тем самым связующим звеном между электрическим возбуждением и механическим сокращением. Механизм тогда я не буду молекулярный рассказывать, если вдруг кому будет интересно, после. В нашей лаборатории для исследования электрофизиологических способов мы используем метод оптического картирования. Картирование от слова «карта», «optical mapping». Установка выглядит следующим образом. Есть ртутная лампа, которая подает свет длины волны, которой нам хочется. есть светочувствительная… А вот мне интересно, мы сейчас… А, да, вот видео запустилось, отлично. Значит, мы ставим культуру под высокоскоростную камеру. Эта камера у нас испускает длину волны, вернее, установка испускает длину волны одного частотного спектра, это там 480 на метров, улавливает флуоресценцию от более длинной волны, в нашем случае зеленой. Мы используем для кальциевого имиджинга краситель «флюофор». Он, собственно, захватывает свободные ионы кальция в клетке в момент сокращения кардиомиоцитов. Поэтому то, что вы сейчас видели на видео, такие яркие вспышки, распространяющиеся по культуре, это, собственно, и есть вот этот высвобождающийся кальций, который является одновременно сигнализатором электрической стимуляции и сокращения. Кратко расскажу о цели проекта, который я сейчас выполняю. Кардиомиоциты в целом делятся на два вида. Есть рабочий миокард, это больше такие именно мышечные клетки, и есть пейс-мейкеры, пейс-частота, мейкер, тот, что его сдает, это клетки в сердце, это пучок гиса. Иногда их сравнивают с нервными, но это на самом деле, все-таки сердечная ткань, все-таки кардиомиоциты, у них потенциал более высокий, чем у рабочего миокарда, и они задают постоянный ритм. То есть наша культура, которую мы получаем, она в целом абсолютно автономна, у нее есть своя спонтанная активность. Но что бы хотелось? Хотелось бы получить био-пейс-мейкер с конкретными заданными свойствами, и которые бы можно было возбуждать с помощью оптического метода, а не с помощью электрода. Ну, в целом, тут подходы точно такие же, как и причины, вернее, того, почему используются оптические методы, а не электроды, примерно схожие, как и при работе с нейронами. Это высокая специфичность, это вот как у нас диссирот, это человек, который дал небольшой толчок применению оптогенетики в кардиологических вещах. Вот это то, что это неинвазивный способ, он очень таргетированный и очень-очень точный. Вот в целом это три причины, по которым было принято решение воспользоваться оптогенетическим методом. Расскажу немножко про то, что было сделано людьми в этой области. В основном это люди, которые этим занимаются с 2011 года. Это группа Энчевы из Университета Вашингтона в США. Вот у них самая первая работа в кардиологии, которую они писали в 2011 год. Они соединили культуру кардиомиоцитов в крысинах с хеками. Я думаю, про хеки тут все знают, не нужно больше рассказывать. Что они сделали? Они встроили в хеки канальный эродопсин-2 и сокультурировали хеки и кардиомиоциты. И проверили возможность стимуляции как электрической, так и оптической вот такой сокультуры. Получилось довольно хорошо. Они показали, что одинаково хорошо можно стимулировать с частотой в 1 Гц эту культуру, что она сокращается вне зависимости от того, чем мы стимулируем электродом или оптической стимуляцией. Также вот можно посмотреть, они исследовали и зависимость стимуляции от интенсивности света. Это в целом тоже очень важно, потому что, как уже сегодня упоминали, большая энергия тратится на тепло. И поэтому нам все-таки было бы хорошо, чтобы наши клетки возбуждались цветом меньшей мощности, нежели чем тратить на это какие-то там невероятные мощности, собственно. Это был первый подход сокультурирования. Второй, это вот, наверное, более часто применяемый, это непосредственно там вирусное или бактериальное выживление канального эродопсина второго. Вот тоже они посмотрели, показали, что они сначала предсказали на модели компьютерной, какие должны быть свойства у кардиомиоцитов морских свинок. Вот они на них делали. И получили экспериментальные данные. Они хотели показать, что это именно оптическая стимуляция, это именно канальный эродопсин второй задействован в возбуждении клеток. Они провели эксперимент при свете, провели эксперимент в темноте. Получили разницу, которую они приписывают именно канальному эродопсину и показали, что да, это именно канальный эродопсин, ответственный за оптическую стимуляцию и ответ на оптическую стимуляцию канального эродопсина, ответственный за диполяризацию мембраны и за последующее сокращение кардиомиоцитов. Они исследовали, делали свои исследования на трех типах клеток. Вот, собственно говоря, вентрикулярный, атериальный и волокнный брукенье — это все такие легко возбуждаемые клетки, которые в целом сердце, собственно, и ответственны за частоту ритма нашего сердца. Дальше я расскажу про то, что мы уже делаем непосредственно в своей лаборатории. У нас была опубликована работа моих коллег в 2017 году. Что мы делали? Обычно мы работаем с культурой крысиных кардиомиоцитов, но культура крысиная уже… это именно культура, это не линия. И мы приняли следующее решение, что клейкомбом в 1998 году была выведена линия мышиных кардиомиоцитов, иммортализованная линия, выделенная из опухоли в артерии, это отреальные кардиомиоциты, которые отлично проверяли все свои нужные свойства и сократимости, и возбудимости. Далее, с помощью наших немецких коллег из университета Бонна был вживлен лентивирусом канальный родопсин-2. То есть у нас, вот вы видите, наверху изображение с конфокального микроскопа, синенькие — это их ядра, покрашенные на дапе, а вот зеленый — это, собственно, ИВП, который с канальным родопсином был соединен, вот он светится, показано, что у нас трансфекция прошла успешно. Что мы сделали дальше? Дальше мы проводили сокультурирование. Почему? Потому что нужно было показать, что кардиомиоциты от разных животных и разных линий мыши и крысы в целом способны взаимодействовать. Была вот такая вот придумана интересная схема в виде гантельки. Высаживали сначала кардиомиоциты крысы, делали перегородку и высаживали кардиомиоциты мыши мертализованной линии ЧЛВА. Это все находилось в такой маске из силикона. Собственно, в первые дни эксперимента две культуры росли независимо. Убирали перегородку после того, как происходило прикрепление к подложке наших клеток. И они, как было показано, делали между собой соединения. Тоже небольшое отличие от нейронов, что в нейронах синапсическая передача. Здесь передача с помощью специальных каналов коннексонов. И самый популярный белок, которому приписывают ответственность за передачу сигнала, это коннексин-43. И вот, собственно, показывается здесь, что если мы, ну вот конкретно это видео, это оптическая стимуляция, что если мы оптически стимулируем линию ЧЛВА с канальным родопсином 2, то эта стимуляция передается и на обычную, на дальнюю культуру кардиомиоцитов крысы. Дальше мы решили исследовать, в принципе, насколько у нас будет отличаться электрическая и оптическая стимуляция. То есть про, в принципе, физическую возможность мы поняли, нужно было охарактеризовать. Обычная частота для стимуляции с помощью электрода неонатальной культуры — это 1 Гц. В целом для мыши, тоже для обычной культуры, это более или менее стандартный параметр. Но для оптической стимуляции все-таки это отличается. И все-таки тут тоже специфичная линия, которая была специально выведена. Проводилась стимуляция при 1 Гц. Это электрическая стимуляция со стороны неонатальных кардиомиоцитов. И было показано, что у нас тоже это вот фронт волны вот так идет. То есть по кардиомиоцитам неонатальным довольно быстро протекает электрическое возбуждение. По HL1 с канальным родопсином возбуждение протекает медленнее. Видно, что такой уже большой угол наклона. Но все равно происходит. Все равно HL1 улавливают стимуляцию частотой в 1 Гц. Неправильно я вам рассказала. Это как раз оптическая была стимуляция. А электрическую стимуляцию проводили со стороны неонатальной культуры. В частоту 2 Гц, 2 Гц еще неонатальная культура улавливает. А вот тут видно, что уже HL1 с канальным родопсином 2 улавливали только через раз этот стимул. Соответственно, тут уже можно говорить о критических частотах и о возможности того, каким образом мы будем стимулировать. То, что было сделано в проекте, который происходит сейчас с биопейсмейкером, в чем большое отличие? До этого мы делали сокультурирование. Это были две большие культуры с большой плотностью клеток и между собой у них, между своими у них есть контакты. А сейчас мы сделали следующий проект. У нас культура была неонатальных кардиомиоцитов, куда мы вживляли клетки уже не в большой концентрации, не с оккультурированием, а имплантации. То есть это подсадка клеток примерно 1 к 100. Одна клетка HL1 с канальным родопсином 2 к 100 клеткам неонатальная культура. Далее еще немножко расскажу, где обычно применяются биопейсмейкеры. Это, грубо говоря, как такой кардиостимулятор на сердце. Кардиостимулятор обычно используется в сердце, которое работает плохо, которое, допустим, после инфаркта или после каких-то других заболеваний, и у которого есть нарушение в проведении сигнала. Поэтому, собственно говоря, было важно понимать, чтобы у нас вот такой маленький биопейсмейкер в целом справлялся с различными условиями работы. Было показано, что... Так, назад. Что-то он не хочет проигрывать. Было показано, что даже одной клетке HL1 с канальным родопсином при оптической стимуляции культура вокруг нее возбуждается. И это возбуждение проводит хорошо. Ну, только мне... Сейчас я попробую, может, компьютеру удастся. Вот так вот сделаем. Вот оно пошло. А так не идет. Ну, давайте так сделаем. Вот стимуляция идет от одной клетки HL1, и ее уже достаточно, чтобы возбуждать кардиомиоциты, которые сидят вокруг нее. Собственно, почему вот видно, что они светятся, вот не вся культура, а вот видно прям отдельные клетчики, которые светятся. Это как раз таки потому, что культура, которая подсаживалась, состоит частично из кардиомиоцитов и частично из фибробластов. Это соединительная ткань, которая тоже присутствует в сердце. Это такой жесткий каркас сердца. Поэтому, когда мы выделяем неонатальную культуру, у нас есть методы того, как сделать эту культуру более чистой от фибробластов, чтобы там процент именно кардиомиоцитов был большой. А вот в данном случае культура делает специально, так скажем, плохой, именно для того, чтобы посмотреть распространение волны в, ну, скажем так, модельном инфарктном сердце. Ну, это такое очень грубое сравнение. После, собственно, вот таких исследований мы клетки красили, смотрели состав нашего образца на конфокальном микроскопе. Тут тоже синий можно увидеть ядр ДАПе. Красное — это сократительный аппарат кардиомиоцитов неонатальной культуры, альфа-актинин, белок. А зеленое, ну, вот, к сожалению, так совпало, что разрешение именно на картинке плохо выделяется, что у нас на зеленое покрашен и эфактин, это цитоскелет фибробластов, и вот мембрана EYFP у H1. И вот мы таким образом смотрели морфологию нашего получившегося монослоя и действительно убеждались, что там, да, вот тут у нас сидят единичные клетки, тут сидят маленькие кластеры. А это вот примерно так, как выглядит стимуляция вот такого вот плохого фиброзного сердца в монослое с большим содержанием фибробластов. Мы смотрели, насколько отличается стимуляция электрическая, которая не специфична, которая в целом должна всю культуру возбуждать, и стимуляция оптическая, которая происходит с помощью H1. Ну вот, собственно говоря, тут тоже приведен пример, когда у нас электрическая стимуляция в 1 Гц, и видно, что вся культура сокращается. В целом вот клетки H1 с канальным родопсином, они тоже способны к сокращению, поэтому вот видно, что вот эта кальциевая волна возбуждения, она бегает по всему образцу, а вот то, что она вот так ветвится, это как раз-таки такие фиброзные рубцы, это препятствия из фибробластов, которые не дают волне распространяться равномерно, как это вот было в самом первом видео. А второе видео, вот мы с вами смотрим, это оптическая стимуляция, стимулировали с помощью диода, подведенного оптоволокна, чтобы это было и конкретно на сфокусиверную область, мощность стимуляции, это порядки, это милливольт на миллиметр квадратный, и вот в целом с помощью такой стимуляции, когда мы один герц стимулируем, то видно, что оно пропускает эту волну через раз, то есть один раз и чего он срабатывает, второй раз он вот ждет, как раз-таки потому, что у них критическая частота, ну вот она варьируется от культуры, плюс одно дело, когда мы вот сейчас проводим эксперимент, пока не могу сказать прям точные цифры, но было показано, что когда у нас есть единичные клетки, их критическая частота сильно меньше, чем критическая частота большого кластера, как вот я показывала вам с гантелькой, гантелька один герц спокойно проводит, на него реагирует, конечно, чуть хуже, чем на натальная культура, но все равно, а вот в единичной клетке у них, конечно, все-таки есть небольшой минус, что частота стимуляции у них поменьше. Тогда я кратко расскажу по результатам и скорее по перспективам. Это вот был модельный биопейсмейкер, сделанный на крысин и на мышинной культуре, и мы сейчас планируем, собственно говоря, такую модель делать на человеческих клетках, вот мы сейчас в поисках того, каким образом делать трансфекцию, какой родопсин вживлять, в общем, как это все провести так, чтобы в итоге на человеческой культуре это получилось тоже довольно хорошо. Хочу выразить благодарность коллегам своим из МФТИ, коллегам из университета Бона и, скажем так, основателям, без которых это, в принципе, было невозможно. Людям, в общем, которые, в принципе, сделали большой вклад в область науки, связанную с оптогенетикой именно в применении кардиомиоцитов. Все, на этом все, да. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Во-первых, Карл Диссерот пишется совсем не так. Вы уж, если уважаете, пишите правильно фамилию. А во-вторых, я так не понял, какая биологическая или физиологическая цель ваших исследований? Зачем вы все это делали, кроме очень красивых физических упражнений? В целом, такая вот цель на будущее это создание такого биопейсмейкера из человеческих клеток. И вот сейчас, в принципе, у нас тенденция идет в регенеративной медицине перехода от механических кардиостимуляторов к кардиостимуляторам из клеток. И это, то есть, это вот такие первые шаги в направлении к оптическому кардиостимулятору. Но это пока очень громкие слова, до этого еще, конечно, как пешком до Парижа. Понятно. Ищет, да, пожалуйста, Алексей Георгиевич. Скажите, пожалуйста, а каким образом осуществлялась передача возбуждения вот от этой клетки, то есть вначале даже хеки были в каком-то момент, на кардиомиоцит? Вот как раз давайте вернемся к хекам, например. Как раз-таки это вот, собственно, за это ответственные, вот тут они показаны, то, что называется gap junctions, контакты, которые образуются между клетками. Это, собственно, вот почему вот в работе инчевые выбирались конкретно эти клетки, именно потому что они способны их формировать. Понятное дело, что не каждая культура с каждой будет способна это делать. Это именно клетки, у которых белки, вот как коноксин-43, они синтезируются. Понятно. И также вот эти вот HL1, они тоже формируют. Да, да, именно по этому принципу они и подбирались. Спасибо. Спасибо. Ну, последний вопрос. Петр Ильич. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, дело в том, что частота сокращения зависит, во-первых, от констрации остелхолина. Если вы добавите остелхолин, частота может замедлиться. Вы делали эту модуляцию? И тоже температурные отличия. При какой температуре? Как вы работали? Про ацетилхолин скажу, что нет, пока не добавляли, потому что это следующий этап. Одно дело сначала разобраться, в принципе, с физиологией вот такой вот, без воздействия каких-либо нейромедиаторов. А потом уже, да, в принципе, вот чем наша лаборатория занимается, это воздействие различных лекарств, антиоритмиков, других химических веществ. То есть это еще в перспективе. По поводу температуры, в целом, то, что я вам сейчас показываю, это не физиологическая температура, это комнатная температура плюс 20-23 градуса. В целом, это такой стандартный сетап эксперимента. Но когда нам нужны физиологические данные, которые будут как в инвиво, то, конечно, температурный режим будет соблюдаться другой. А тут, поскольку это именно модель, поскольку это не сравнение с экспериментами инвиво, тут используется комнатная температура. Ну, в целом, что так, что так, да, как бы разный температурный режим и просто используется под разные цели. Спасибо большое. Поблагодарим еще раз. Продолжение следует...